Париматч Суперлиги Оба раза 3-0 и 3-1 В домашней игре волжане самоотверженно пластались в обороне, а в атаке стали забивать и уже к середине первого тайма ввели 3-0 Однако сибиряки смогли сравнять счет. На флажке основного времени забил Артем Антошкин А уже в дополнительное время выход в полуфинал для Тюмени оформил Сергей Абрамович 4-3 в матче и 3-0 в серии Очень зрелищной и равной получилась четвертьфинальная серия между Норильским Никелем и новой генерацией Максимальной скорости и самоотверженность игроков напоминала зрителям, что весна – это самая горячая пора плей-офф В Норильске матчи завершились со счетом 4-1 и 5-3 в пользу хозяев Команды переехали в Сыктывкар и уже тут более мастеровитые игроки Никеля оформляют сухую победу 3-0 как в матче, так и в серии Хотели выиграть сегодня при всем уважении к сопернику, который бился, старался, пластался Но команда молодая, где-то им что-то не хватает Я думаю, в дальнейшем мы видим, что с каждым годом генерация все растет и растет Быстрая игра и успешный розыгрыш стандартных положений – это главное конкурентное преимущество «Синары» в этом сезоне Вот и в серии 1-4 финала с Нижегородским «Торпедо» уральцы дома гнули свою линию и оба раза победили – 8-0 и 3-1 Серия переходит в Нижний Новгород, да, и есть такая поговорка – пока в серии дома не проиграл, да, серия еще не закончена Поэтому оставить тот посыл, который мы сегодня начали во втором тайме, ту же игру и, как вы сказали, добавить в реализацию, конечно же, да, хотелось бы видеть голы И яркие болельщики Нижнего Новгорода увидели 5 голов первой домашней встречи «Торпедо» Как гвоздь убил сейчас мяч Сергей Денисов в дальний угол Причем пятый и победный мяч в третьей игре на счету воспитанника уральского мини-футбола Антона Опера Вот такие эмоции, когда забиваешь ворота бывшей команды Ну, сейчас узнаем Удар-гол! Впервые в сегодняшнем матче! Торпедо выходит вперед! Очень много сил потратили нижегородские футболисты и восстановиться к четвертой игре им не удалось В итоге Синара победила 3-1 в матче и 3-1 в серии Дима Путилов вовремя подбивал все очень такие ключевые моменты И оставил Синара вот именно на том игровом расстоянии, когда не могли бы комфортно уже играть отчета Ну, ничего, будем работать дальше, Синара удачи, а мы будем готовиться к следующему сезону Впервые в истории нашего мини-футбола действующие чемпионы и вице-чемпионы России играют на стадии одной четвертой финала КПРФ, Газпром-Югра Главная дуэль первого раунда плей-офф Героем стартового матча стал испанец Лин Игрок московской команды вернулся на площадку после травмы, оформил дубль и помог своей команде победить 3-1 Когда мы действуем как команда, мы показываем хорошую игру и в защите, и в атаке Я очень рад Игра вратарей в плей-офф имеет ключевое значение Альберт Цайдер и Звиад Купатадзе во второй игре особенно были хороши 50 минут основного времени, ничья 0-0 И лишь за несколько секунд до окончания дополнительного времени победный мяч забил Янар Асадов Это плей-офф, много ситуаций было до этого сезона, там показатель, что с 0-2 можно выбраться спокойно и пройти дальше То есть рассмираться вообще нельзя, надо довести дело до конца При всем уважении к сопернику надо играть до конца Показательный момент третьей игры При счете 3-0 в пользу москвичей к середине второго тайма Газовики не опускают руки, включают обороты, сравнивают счет и выигрывают матч в серии пенальти Ответный гол стал отправной точкой Мы забыли про усталость и стали двигаться вперед Было сложно, но мы добились цели А вот добиться цели в четвертом матче у Газпрома не получилось При равной игре все решил опыт трехкратного чемпиона Европы Лина Испанец в середине второго тайма забил победный мяч 3-2 в игре и 3-1 в серии Дальше идет КПРМ В полуфинале москвичи сыграют с победителем регулярки Синары А Норильский Никель с Тюменью Матчи стартуют совсем скоро